Добрый день, уважаемые слушатели! Наш сегодняшний вебинар называется «Инструменты онлайн-обучения ВБС. Университетская библиотека онлайн». Ну что ж, мы о нашем флагманском продукте Университетской библиотеки онлайн. Я имею в виду компанию Директ Медиа, которая этот продукт производит. Рассказываем достаточно часто, стараемся не реже раза в месяц выходить с вебинарами. Но не все эти вебинары одинаковы. Они служат для того, чтобы подсветить ту или иную возможность в нашей электронной библиотеке. Сегодня мы поговорим о том, как можно использовать университетскую библиотеку для онлайн-обучения в широком смысле этого слова. То есть, во-первых, для онлайн-обучения в узком смысле, когда мы действительно делаем курсы, онлайн-курсы, и нам необходим дополнительный материал для этих курсов. Во-вторых, в более широком смысле, в том смысле, что обучение может осуществляться любым путем, но в этом обучении присутствуют онлайн-элементы. Ну, например, так называемая онлайн-поддержка, контентная онлайн-поддержка. Вот в этом ключе мы сегодня поговорим об нашей ЭБС. Этот слайд я показываю часто, он связан с нашей ЭБС, но в данном случае он как раз для нас является не вводным, а скорее профильным. И прошу здесь обратить внимание на следующие пункты, о которых я говорил. Значит, больше, чем ЭБС, это один из слоганов электронной библиотеки, университетской библиотеки онлайн, связанный с тем, что мы стараемся идти широким фронтом и кроме, собственно, печатных изданий публиковать различный мультимедийный, интерактивный контент вместе с нами, вместе с остальными изданиями. Вот. Так вот, мультимедийного контента у нас несколько тысяч элементов, или, как это сказать, единиц контента. Это и аудиокнига, несколько тысяч аудиокниг, это пару тысяч учебных роликов, начиная от полуминутных роликов, связанных с демонстрацией физических эффектов до двухчасовых лекций. Это и различные интерактивные виды контента, такие как подготовка к экзаменам. Это и чисто иллюстративный материал, в данном случае это картографический материал. В пиксельном варианте имеются в виду не такие карты, как вы можете увидеть на Яндекс.Картах или на Гугл.Картах, а растровые карты, которые публиковались когда-то в разных изданиях. Ну и многое другое тоже. Вот. Разные виды интеграции у нас есть. В частности, важная интеграция с антиплагиатом, бесшовный переход между нами и антиплагиатом, дополнительные контентные проекты, арт-порталы и энциклопедиум. Энциклопедиум полностью бесплатный, а портал в основном, бесплатный в основном своем содержании. Ну и прочие сервисы, которые у нас есть, print-on-demand, продвижение наших спикеров в Ринце и так далее. Ну и Директ-Академия, в которой вы сейчас в настоящий момент находитесь, является несомненным элементом онлайн-обучения, причем во всех смыслах этого слова. Ну, во-первых, мы прямо сейчас вот это онлайн-обучение с вами осуществляем. Это обучение от нас к вам. Причем мы сейчас находимся в той части Директ-Академии, которая посвящена бесплатным вебинарам. Есть еще коммерческая часть, связанная с электронными курсами, то есть традиционное онлайн-обучение в рамках онлайн-школы. Но есть и другой элемент онлайн-обучения, скажем так, от вас к вашим ученикам, к вашим студентам, к вашим слушателям. Дело в том, что бесплатные вебинары Директ-Академии хранятся в Ютубе под лицензией Creative Commons. Эта лицензия в российском юридическом поле называется «Открытая лицензия». Это означает, что вы эти вебинары можете брать, можете их каким-то образом редактировать, в смысле резать на части, отдельные части использовать в своих производных произведениях, например, в электронных учебных курсах. И все, что вам надо для того, чтобы выполнить закон, это сослаться на нас. Без всякой оплаты вы можете это делать свободно. Вот в этом смысле Директ-Академия – это онлайн-обучение во всех смыслах этого слова. И от нас к вам, и от вас к вашим студентам. Поедем дальше. Несколько свойств университетской библиотеки онлайн, которые важны, в том числе, для онлайн-обучения. Первое – это вот сейчас мы видим страницу предпросмотра издания, любого издания. И в нем вы видите библиографическое описание. Библиографическое описание еще на этапе не чтения, а предпросмотра, ну, если угодно, предпросмотра основной информации об издании. Почему это важно? Это важно потому, что молодые ученые, аспиранты, старшекурсники, они пишут свои работы, кто-то пишет свою первую научную работу, кто-то пишет реферат, кто-то ВКР создает. И, разумеется, перед ними стоит задача, в том числе, библиографическая, каким-то образом отразить список тех источников, которые они использовали. Вот. И на этом обычно бывает затык чисто технически, потому что люди, не специалисты в библиографии, плохо справляются с тем, чтобы описать издание. Поэтому, когда они могут легко взять библиографическое описание издания в электронном виде и копипейстом перенести в свое издание, повышается качество их труда. Они делают более качественные и, что самое главное, более правдивые, более правдоподобные списки литературы. Иной раз из-за своего незнания люди просто пропускают этот этап и цитирование выдают за свои слова. Не потому, что они хотят украсть эти мысли, а просто потому, что они толком не знают, как на это хорошо сослаться. Вот. Это важно именно поэтому. Аналогично, да, если в книге есть список литературы, он тоже воспроизводится еще на этапе предпросмотра издания. И тут аргументация повторяется полностью на 100%. Читалка. В нашей читалке есть несколько мест. Вот я их пометил. Области первое, второе, третье, четвертое. Обращаю ваше внимание на третью область, где вы можете скопировать, напечатать или взять при помощи кода вставки часть нашего, часть того произведения, которое читаете. Конечно, вы это можете сделать первые два пункта, печать и взятие фрагмента книги в виде PDF-файла для своих личных целей, а не для перепубликации этого фрагмента. Но, однако, это можно это хорошее подспорье для того, чтобы работать потом над своими собственными документами. Что касается третьего пункта, там, где вы берете код, делается вот когда вы нажимаете вот сюда, вы забираете код до трех страниц, и этот код вы можете вставить к себе в любой открытый источник и дальше таким образом получать у себя отображение нашей читалки с этими там от одного до трех листов изданием. Вот, это вполне легально вы можете делать. И, соответственно, это, разумеется, тоже помогает вам делать онлайн обучение на основе ссылок на литературу из ЭБС. Читалка у нас не могу, несмотря на то, что напрямую это не связано с нашей темой, не могу не сообщить, что скоро у нас появляется новая читалка. Собственно, функционально она у нас есть уже, но у нас пока нет достаточного количества преобразованных изданий, чтобы внедрить ее немедленно. Новая читалка будет основана не на верстке, не на PDF-верстке традиционной, а на векторных шрифтах, которые вы можете выбрать любого размера, ну, любого из нескольких маленьких нестандартный, большой и очень крупный. Вот, вы можете использовать преимущество резиновой верстки, то есть, ну, в частности, иметь узкое поле чтения, такое, например, как у вас на телефонах, а в результате эта читалка будет универсальной, как для больших компьютеров, так и для телефонов и прочих экранов, какие только есть. Ну, и еще поиск будет осуществляться прямо на странице. Раньше поиск, в настоящий момент поиск осуществляется, поиск по изданию осуществляется в так называемом текстовом слое. это неверстанный слой, который как бы существует отдельно от читаемой страницы, то есть, когда вы ищете, вы переходите от внешнего вида PDF-верстки к текстовому слою, где все выглядит совсем не так красиво, но зато можно что-то найти, а здесь прямо на самой странице будет происходить поиск, прямо как в браузере. Вот так это примерно выглядит, вот слева показан выбор удобного размера шрифта, вот наверху такой список размеров, мелкий, стандартный, большой и огромный, а справа показан результат резиновой верстки, когда простой текст переверстался в соответствии с размером страницы, а сложная верстка осталась такой, как она сверстана изначально, ну под сложной верстки подразумевается картинки, включая формулы, таблицы и прочие всякие элементы, такие, которые просто так не воспроизведешь в тексте и не переверстаешь. книжная полка вот очень удобный инструмент, который позволяет передавать информацию, очень важную информацию о отобранных книгах, о списках книг от преподавателя студенту, и именно по этой причине можно ее считать элементом онлайн обучения. Смотрите, что происходит. Собственно, сам инструмент книжной полки настолько естественный и понятный, что, в общем, может о нем и не стоило так подробно говорить, потому что я считаю, что книжная полка, как набор списков книг для последующего чтения, является естественным и должен быть атрибутом вообще любой электронной библиотеки. Но у нас есть некоторые возможности дополнительные. Во-первых, как производится добавление книг на книжную полку. В любом списке это может быть список каталога, либо список поиска, либо какие-то другие списки, когда набор книг находится на вашем экране. Справа есть поля для того, чтобы поставить флажок. вот они зеленым отмечены. Если вы ставите этот флажок и потом в любом списке есть на любой странице со списком есть кнопка выберите действия. Это контекстная кнопка, которая позволяет сделать некоторое количество дополнительных действий в зависимости от контекста, на какой странице эта кнопка находится. есть пункт «Добавить книжную полку». Этот пункт появляется только тогда, когда что-то выбрано в списке этими галочками. После того, как вы нажимаете «Добавить книжную полку», возникает вот такое окно, где вы можете добавить выбранные издания либо в уже существующую книжную полку, либо выбрать книжную полку, либо создать новую книжную полку и сделать настройки для нее. В простейшем случае можете просто эту книжную полку назвать. В более сложном случае, если у вас создана система структуры вуза в вашей ЭБС, вы можете также присвоить эту книжную полку какому-то курсу, какой-то учебной группе по названию, какому-то году выпуска, точнее году привязанному к этой учебной группе, выбрать направление и так далее. Вот. Ну, это, в общем, тоже вполне такой интуитивно понятный интерфейс. Ну и, наконец, сама книжная полка, к ней вы переходите по вот этому меню. Сначала в главном меню ЭБС выбираете сервисы, потом там выбираете книжная полка, переходите на свою книжную полку и попадаете вот в такой интерфейс, где снизу располагается название ваших книжных полок, сверху располагается фильтрация, при помощи которой вы можете фильтровать свои книжные полки. С книжными полками возможны различные операции. Их можно создавать, удалять, дублировать, редактировать, фильтровать и, что очень важно, копировать ссылку для совместного использования. Вот жирным здесь обозначено. Что это означает? Это означает, что скопировав эту ссылку, несмотря на то, что эта ссылка сформирована в вашем аккаунте, в вашем преподавательском аккаунте или в аккаунте библиотекаря. Далее вы эту ссылку можете послать своим студентам, которые входят в ВБС с другой ролью и другие возможности у них ВБС. Они напрямую без ваших усилий не видят ваших книжных полок и ничьих кроме своих. Вот. Ну и поэтому по этой ссылке они попадают конкретно в вашу книжную полку. То есть, например, вот книжную полку экология 2.20.21. Вот так видят этот список и если этот список вы специально создали для них, ну, почему это важно? Потому что студенты, если вы просто продиктуете на лекции, что надо зайти в ВБС и найти такую-то книжку, не факт, что они зайдут, зная, что им еще предстоит поиск, там, найдут они или не найдут. Некоторые зайдут и не найдут по какой-то причине. Может быть, просто потому, что не умеют искать вообще, а может быть, забыли название, не записали его и так далее. А тут в данном случае вы им передаете электронным письмом, любым мессенджерам, как угодно, передаете эту ссылку, они по ней тыкают и попадают в список литературы, который специально подобран под них, например, по какому-то предмету. Это очень удобно и это избавляет от нескольких действий, которые должны сделать студенты, которые могут не сделать это. Кроме того, корневой пользователь, то есть библиотекарь, может создавать глобальные книжные полки. А глобальная книжная полка не требует передачи ссылки. То есть достаточно корневому пользователю сформировать некий список глобальных полок и этот список глобальных полок будет виден всем внутри вашего университета. Это удобно, например, когда книги подбираются не внутри одной дисциплины, междисциплинарно как-то. например, книги для первокурсников, которые вообще только пришли в ваш ВУЗ, у них и так много стрессов, связанных совершенно новая обстановка, а тут еще им надо зайти в ВБС и что-то найти, и это ужасная головная боль для них. Ну, а здесь они попадают в ВБС и сразу им высвечивается та книжная полка, которая им нужна для всего первого семестра, например. Это очень удобно. У нас есть интерактивные тесты ВБС. Эти интерактивные тесты особого рода, тесты привязанные к изданиям, а не к дисциплинам, как обычно это бывает. Впрочем, если издание является учебником по какой-то дисциплине, то оно должно покрывать всю дисциплину, соответственно, и тест может считаться тестом по дисциплине. Тесты создаются преподавателями, прежде всего авторами, конечно, книг, учебников, учебных пособий, но и другими преподавателями, преподающими эту дисциплину. Тесты создаются по запросу, то есть вы не увидите возможности создавать тесты, если не обратитесь в нашу техподдержку. Обращаясь в нашу техподдержку, вы пишете «Я хочу создать тест для вот такого-то издания». Вам открывается возможность создания тестов. Сами же тесты появляются вот здесь подчеркнут желтым выделено желтым маркером. Появляется дополнительная вкладка на странице предпросмотра и конечный пользователь книги может перейти по этой вкладке и приступить к тестированию. Также тест появляется вот здесь вот в самой читалке. Ну и внизу вот я здесь крупно нижнюю панель обозначил. Видите справа вот он тест к изданию и тоже может студент пройти тест. Студент может пройти тест в трех форматах. Просто как учебный тест и с контролем времени. Разные там варианты есть немножко. Вот я предостерегаю от использования предостерегаю от использования этих тестов как вот тестов аттестационных да вам наверное внутри вашего вуза чисто бюрократически и не разрешат делать это так. но для каких-то своих собственных если вы преподаватель по курсу своих собственных получения собственных представлений о группе что она может вы можете использовать эти тесты результаты теста еще раз повторяю в том случае если создана структура вуза корневым пользователям будут доступны преподавателю он их увидит увидит кто на что там сдал этот тест ну а студенты могут это делать не только на время но и исключительно для обучения то есть проходить тест чтобы понять какие какие разделы они недостаточно хорошо знают и их туда отошлю для того чтобы изучать в данном случае это важно еще потому что так ладно это я чуть попозже покажу потому что это тесты к изданию то есть тест привязан накрепко к структуре издания соответственно легко понять когда студент не ответил на какой-то вопрос правильно в каком разделе ему подсмотреть правильный правильный ответ итак у нас для преподавательной создан удобный конструктор тестов удобен он не столько своим могучим функционалом сколько наоборот своей простотой если кто-то создавал тесты в мудле тот знает что тесты тестовый движок мудлу это такой могучий самосвал белаз огромный с огромным количеством функций с десятками видов тестовых заданий и так далее у нас все просто тестовый движок достаточно простой он поддерживает четыре вида а вот здесь вот как раз этот слайд где написано что структура теста может быть многоуровневый и легко повторять структуру книги управление разделами проходит настройках теста то есть вы привязываете любое тестовое задание к какой-то части книги это позволяет потом студентам легко переходить на нее когда они понимают что что-то не знают так вот наш наши интерактивные тесты наш наш тестовый движок поддерживает четыре классических варианта тестовых заданий это так называемый multiple choice выбор одного или нескольких вариантов из нескольких это свободный ответ это тестовое задание на сопоставление и тестовое задание на установление последовательности я вас уверяю что в 99% случаев никаких иных заданий не потребуется для того чтобы что-то хорошо измерить то что вам надо особенно это касается гуманитарных конечно направлений где этим этой четверкой можно обойтись полностью я конечно понимаю что очень хочется иногда сделать и тестовые задания более сложные например указать на иллюстрации какие-то специальные места или на иллюстрации перетащить что-то в какое-то место ставить там и так далее но я вас уверяю что дальше возникают трудности то есть это хорошо работает но плохо интерпретируется если вы недостаточно хорошо понимаете как встроить такое задание в с тем чтобы получить конечный результат то от него пользы будет немного например некое сложное задание вот например в языковых курсах очень хорошо бы использовать отрывок текста в котором можно ну например абзац или даже сразу два абзаца в которых надо вставить запятые буквы слоги какие-то и так далее вот но интерпретировать потом это ответы это очень сложно потому что по сути дела одно тестовое задание становится эквивалентно десятку текстовых заданий или даже большему количеству нескольким десятков соответственно просто приравнять его по весу к обычному заданию нельзя либо надо тогда тест делать целиком из одного вопроса либо как-то по-другому ну извините это такое у меня как у человека близкого тестологической тематики в свое время связанная с этим ремарка такая к тому почему у нас это все сделано по-простому вот то есть тестовый движок простой но позволяет делать все классические настройки которые необходимы ну кроме классики у нас есть еще есть возможность загрузки мультимедийного контента причем как в поле вопроса так и в поле ответа и это вообще говоря существенно расширяет ваши возможности вот такой вот можно мультимедийный контент использовать картинки с компьютера загружаемые картинки по прямой ссылке из интернета не советую использовать потому что посылки через полгода там может может не быть ничего а то и хуже может быть что-то другое вот но возможность такая есть далее видеофайл или аудиофайл до 20 мегабайт при загрузке с компьютера видео посылки с ютуба с таймкодом то есть можно вставлять с какого и по какой по какой значение наверное только с какого я честно говоря наверное по какой наверное нельзя по какое время с какого времени вам необходимо воспроизвести этот ролик ну разумеется на ютубе смысл делать это на ютубе ну много смыслов даже если это ваш ролик если он лежит на ютубе у него появляются дополнительные возможности некоторые по распространению этого ролика вот но можно использовать и чужие тоже ролики причем ролики на ютубе в отличие от картинки по ссылке из интернета они пропадают гораздо реже то есть ну как правило только тогда когда ютуб банит контент или закрывает канал целиком потому что ну стирают редко люди стирают свои свои ролики закрывают это происходит достаточно гораздо реже то есть этот вариант он более приемлем чем картинка по ссылке но я аудиофайл из интернета по прямой ссылке ну тоже так себе решение я бы лучше загрузил на самом деле но если это понятно что если это чужой копирайт да то волей-неволей придется по ссылке как-то работать вот в этом случае я рекомендую ну например soundcloud или какой-то другой традиционный сервис на котором лежат аудиофайлы или тот же youtube на котором звуки выложены в виде условно говоря в виде условного видеофайла на самом деле это звуковой файл но условного так вот это вот очень сильно улучшает возможности по работе с тестами потому что такие тесты становятся гораздо более доступными то есть картинками можно многое объяснить не обязательно эти картинки куда-то перетаскивать из одного места в другое да но если картинки есть например в вопросе формулировки вопроса и в ответах то это многое означает ну например там сразу хочется пример провести из правил дорожного движения да по какому знаку вы можете проехать только направо да и приводится просто изображение знаков можно бы конечно написать пункты правил дорожного движения где эти знаки описаны да или название этих знаков но это не так интуитивно понятно а вот если вы изображение этих знаков проведете это будет хороший тест более понятный для вам же надо измерить знания ваших студентов а не то понимает он ваш вопрос или не понимает он ваш вопрос вот то же самое с видео ну и со звуками звуки могут применяться много где большей частью в языковых курсах ну и также в курсах по психологии и какие-то могут быть другие варианты по биологии например голоса зверей там или птиц все это очень сильно улучшает качество ваших тестов ну вот да вот тут приводится скриншот того как вы размещаете свои мультимедийные вставки в тест вы можете их изменять по ширине высоте каким-то образом то есть еще немножко позиционировать очень важный пункт тесты текстовые тесты без мультимедиа к мультимедиа это не относится можно экспортировать и импортировать в формате gift например если вы уже готовили тесты для Moodle то можете их загрузить в EBS и наоборот другими словами если вы сейчас решите сделать к своему учебнику или учебному пособию тест вы можете легко это сделать в EBS не боясь что вдруг в следующем году у вас не будет подписки на это EBS или вдруг вам понадобится тест в другом месте где-то вы тогда просто экспортируете в простейший формат тестовый формат gift gift если кто-то не знает это текстовый формат со специальными значками которые позволяют записать классические варианты тестовых заданий вот ну а потом этот gift файл он легко экспортируется в практически в любые системы то есть я бы сказал что любая приличная LMS имеет возможность экспорта и импорта файлов в формате gift вот да ну и тесты кроме тех мест которые я вам показал то есть непосредственно привязанные к публикациям еще возникают в нашем каталоге к каталога вы можете выбрать всех тестов в разделе и посмотреть какие тесты есть и пройти их тоже использование изображений ну здесь просто частный случай да напоминаю что как правило в изданиях формулы тоже даются картинкой вот и поэтому если встает необходимость создания теста для какой-то математической дисциплины или технической где используются формулы относительно сложные которые нельзя записать прямо в тексте то вы можете воспользоваться возможностью помещения туда картинок как как это сказать картинок как участков изображения книги вот как это сделано и здесь у нас есть особые возможности интеграции нашей ЭБС с ЛМС ну практически с любой ЛМС посредством специального API аппарата который позволяет обращаться к ЭБС программа то есть из какой-то программы вот для этого вам понадобится небольшое количество работы программиста но это возможно с любой ЛМС особым случаем является Мудл они достаточно популярны то есть ну скажем так наверное самая популярная система дистанционного обучения вам тоже спасибо в наших вузах сначала просто об интеграции с ЛМС ну повторюсь что это возможно через API сделать для специально для вас кто может быть в недрах нашей ЭБС не нашел этого описания или не знал что такое можно сделать есть вот прямая ссылка на описание как это можно как можно интегрировать контент это в общем не то чтобы очень сложно было сделать вот доступ к API полностью описан надо только написать код для Мудла у нас особый случай в Мудле все делается гораздо проще достаточно силами администратора обращаю ваше внимание не разработчика администратора который есть в любой системе то есть если вы ставите у себя Мудл то значит тот кто ставит тот администратор вы можете установить в Мудле два наших плагина которые позволяют делать следующее первый плагин позволяет осуществлять бесшовный вход из Мудла в ЭБС и обратно из ЭБС в Мудл не вводя каждый раз логин и пароль между двумя этими системами вот описание этого этого плагина это плагин аутентификация вот и второй плагин второй плагин ставится только при наличии первого первое может существовать и без него и второй плагин это добавление книги ЭБС в ваш курс вот после того как вы поставили этот плагин к себе в в Мудл да ну установка плагина это простое действие которое доступно и которое может выполнить любой человек облеченный ролью администратора в Мудле это совсем не создание нового кода вот так вот после того как вы поставите второй плагин у вас в списке элементов для добавления в курс возникает вот такая вот вот такое предложение книга из ЭБС университетская библиотека онлайн то есть вот если в этом поле внутри Мудла существует все что вы можете вставить в ваш курс это стандартный набор набор кнопок обеспечиваемый самим Мудлом да то есть вы там можете вставить разные виды контента то вот среди этих видов контента появляется книга из ЭБС вы вставляете вы просто выбираете этот пункт у вас появляется окошко выбора той книги которую вы хотите вставить такое маленькое окошко поиска в ЭБС вы этим поиском находите эту книгу она появляется сначала в окошке поиска вы соглашаетесь с этим выбором и после этого она вставляется в ваш курс в том месте в котором вы собственно и выбрали вот это вот добавление элементов все очень просто на основе такого алгоритма можно строить свои курсы производные от других произведений других авторов ну с юридической точки зрения это получается производное произведение вот да при этом вы не нарушаете никакого закона то есть вы просто вставляете чужую книгу к себе вот описываете ее там делаете библиографическое описание этого достаточно потому что эта книга в вашем курсе будет открываться внутри нашей читалки а это означает что автор этой книги или если быть более точным правообладатель за чтение этой книги получит свой гонорар и это будет вполне легально вот такие возможности у нас есть ну и последнее конечно что я хотел сказать это наша директ академия о роли которой в онлайн обучении я уже в самом начале сказал да сейчас просто чуть-чуть несколько слов о наших о том что мы себя представляем мы за время своего существования а сейчас идет восьмой сезон директ академии мы как театр меряем не учебными годами а сезонами нас нашу нашу деятельность вот примерно 600 тысяча 650 проведенных бесплатных вебинаров если считать еще и вебинары наших онлайн курсов ну наверное надо еще тысячу добавить если не больше вот значит мы провели около сотни курсов вот точнее не могу сказать я сегодня пытался вычислить но некоторые курсы не были запущены некоторые курсы были корпоративными но вот оценка 100 на мой взгляд достаточно хорошая и я всегда обращаю внимание что наши вот эти 100 курсов это 100 полноценных проведенных курсов как события а не 100 элементов контента которые иногда лежат в других ЭБС и которые выдаются за курсы ну то есть это конечно контент курса тоже можно считать курсом но с точки зрения обучения это курсом не является это является просто контентом да я говорю о полноценных курсах которые были проведены по каждому из этих курсов было проведено от 8 до 12 вебинаров были проведены дополнительные занятия в в группах этих курсов были проверены домашние задания и так далее и так далее через нас уже за это время прошли около 250 спикеров различных мы их выбираем исходя из того чтобы это было интересно вам то есть деятелям обучения и примерно ну вот это совсем трудно посчитать но примерно 150 тысяч участников вебинара через нас прошло на ютубе у нас канал в котором более 2000 часов записей все наши вебинары за может быть очень редким исключением выложены на youtube еще раз обращу внимание под лицензией creative commons то есть с возможностью использования дополнительного и даже изменения то есть вы можете взять кусочек нашего не надо сохранять цельность произведения вы можете взять кусочек пять минут вырезать и написать что взято оттуда то с такого то канала вот никого никому ничего платить не надо все все легально ну и у нас подписчиков уже 17 тысяч точнее если быть более точным примерно на 16 тысяч шестьсот к 17 тысячам я думаю мы подберемся к началу следующего учебного года вот ну вот так я прошу нас любить и жаловать приходить на наши вебинары я готов ответить на ваши вопросы